Это кадры из фильма об экологических проблемах. Авторы студентки Пермского авиационного техникума. В роли оператора и сценариста девушки попробовали себя впервые. Не было у них ни специальных навыков, ни дорогостоящей аппаратуры. Но талантливым людям удалось вложить глубокий смысл в самые будничные вещи. Вспомним выражение, просто как апельсин. В меру своей образованности зритель видит это апельсин, все что угодно. Это может быть планета, живой организм. Или то, что нафантазирует сам зритель. Собственный мир, все что угодно. Это свободная тема. Зритель сам выбирает, что хочет увидеть в этом. Дебют по оценкам жюри удачен. Это видео заняло первое место. Призами и дипломами мероприятия отметили сценаристов, режиссеров и создателей спецэффектов. На фестивале представлены работы студентов более двух десятков учебных заведений начального и среднепрофессионального уровня. От Кудынкара до Чайковского. В этом году 230 студентов представили свои фотоработы, студенческие газеты, а также видеоработы. И я полагаю, что сама цифра, она говорит о том, что для ребят это интересно, это нужно, это важно. И я надеюсь, что мы это будем продолжать. Впрочем, видеоработы только один из разделов фестиваля. В строительный колледж привезли еще газеты и фотографии, сделанные руками студентов. Кроме того, прошли мастер-классы по каждому из представленных направлений. Их проводили в том числе и журналисты нашей телекомпании. Фестиваль дает молодежи шанс донести до общества свой. Особенный взгляд считают организаторы. Я считаю, что в этом студенты проявляют свое творчество. Это им необходимо, потому что они таким образом раскрывают какие-то внутренние потайные черты своего характера. И представляют это в своих фотоработах, в журналистике, а также в видеороликах. Идей у юношей и девушек достаточно, чего не скажешь о средствах на проведение фестиваля. Он проходит в складчину. Учебное заведение дают кто сколько сможет. Между тем, по мнению специалистов, это начинание, в отличие от многих шумных культурных проектов однодневок, уже доказало свою востребованность.